всем приветики пришла ко мне еще одна посылочка 10 числа 10 августа в таком вот почтовом пакетике здесь немножко заклеил лишнее с той стороны где все данные написаны я ничего не заклеил поэтому не показываю вот а то что можно было бы показать описание его не видно стерлась там и мы сейчас распакуем это стекло для моего телефона на которой я сейчас снимаю обычно она приходит в таком вот почтовом пакетике без пупырок без ничего внутри таких пакетиков я уже даже на ощупь знаю я когда беру почтовый пакет и чувствую что внутри пенопласт я уже сразу понимаю что это стекло для моего телефона на который еще снимают от него чехол вот у меня телефон что печально постоянно падает постоянно вот не сегодня упадет так завтра не завтра так обязательно послезавтра упадет и всегда экраном вниз падает вот и из-за этого экран постоянно трескается ничего себе здесь даже две салфетки обычно ложат одну такую штуку а здесь две то есть какая-то из них сухая какая-то из них влажная и обычно одна такая штука здесь аж две ничего себе и две такие штуки что вот может здесь еще два стекла типа что ну типа это какая-то инструкция вроде как что что нужно делать как потом правда на английском ай на на китайском еще не понятно и масло на маслом Я не рекомендую никому пользоваться Ну да, они ошиблись И положили Вот комплект Они ошиблись и положили два комплекта Ну, маслом никому не рекомендую пользоваться Потому что оно может затечь под экран И тогда ваш телефон Просто экран может перестать работать Ну, или на нем появятся какие-то Пробли... Что? Подожди, я что, два стекла, что ли, заказывал? Два стекла Либо они ошиблись Хотя, подожди А, ну да, там уже вроде бы было Да, точно, там уже в заказе было два типа Да, я вспомнил, там было два стекла Все, я вспомнил Ничего себе Но я сразу удивился Но я вспомнил, да, там было две штуки Так, пенопласт нам больше не нужен Да, два стекла Это, кстати, удобно Учитывая то, что как они у меня часто падают Как у меня часто падает телефон Мне очень пригодится второе Есть такой пакетик Мягенький И в нем лежит Стекло Коти почтовый пакет без пупырки Но сам пенопласт хорошо защищает Плюс в пенопласте Мягенький пакетик Ну и в пакетике уже лежит само Само стекло Оно у нас Вот такое То есть Не матовое, а глянцевое Ну, через него все хорошо видно Вот Пальцы практически так же и видны Ну а дальше И что мне очень понравилось То, что здесь нет никаких рамок Обычно вот когда заказываешь стекло Или покупаешь На нем всегда есть рамки Ну то есть нарисовано вот здесь вот Обычно Верхняя часть покрашена в черный цвет Нижняя в черный И здесь такая тоненькая рамочка С левой стороны и с правой И в итоге Если ты Криво наклеишь стекло Как-то неправильно То эта рамочка будет перекрывать Часть изображения А бывает Такое, что ты даже ровненько клеишь Идеально ровненько А все равно рамочка Ну, ее же нарисуют краской Нарисована Ну, не точно И получается Она все равно перекрывает изображение И вот это вот плохо И вот глядя на это стекло Я так подумал, что Тот, кто это стекло создал Реально грамотный человек Во-первых Он не тратит лишние деньги на краску Это получается Тебе получается На каждое стекло, которое ты продаешь Нужно носить краску Которая будет создавать эту черную рамку Ну, то есть Лишние деньги на краску нужно тратить Плюс время на то Чтобы на каждое стекло Нанести эту краску Зачем? Если без нее Реально круче Типа Зачем краску наносить? Это вообще Я вот это вообще не понимаю И вот это круто То, что здесь нет краски То есть Как бы ты ни наклеил Даже если немножко Чуть криво наклеишь Все будет идеально видно Потому что краска Не будет ничего перекрывать Ну, рамкой своей И вот это вот идеально То, что Здесь нету Ну, типа Рамки этой Которая краской нарисована Это вот грамотно И стекло Я вот раз заказал 2.5D Я так понимаю D это миллиметры И получается В прошлый раз заказывал 9D И Это, видимо, 9 миллиметров А сейчас 2.5D Но я не знаю Здесь 2.5 миллиметра Или нет Хотя Хотя миллиметр Вот это же мало А 2.5 миллиметра Есть, наверное, побольше будет Но просто У меня почему-то Телефоны Иногда Не реагируют Я вот шторку сверху выдвигаю А оно не выдвигается Я вот тяну Сверху А оно не тянется Заблокируешь Рано Разблокируешь Тогда вытягивается Я думаю Может быть стекло Слишком толстое Потому что я раньше Ну, типа Заказывал Стекла С маленьким 7D Там, я не помню 2D Или что такое 3D Я не помню 5D А теперь что-то решил 9D заказать Да и на 5D У меня тоже проблемы были А раньше Когда, по-моему, вообще Этих даже D не было написано Или их там было поменьше Потому что я всегда Старался побольше заказать Там заказывал обычно Сначала стекла Потом уже 5D 9D И в итоге вот С этими стеклами 5D У меня и начались Вроде как проблемы Хотя, может Это из-за того Что я постоянно роняю Типа Тоже, может быть Телефон постоянно падает Падает И что странно Всегда экрану вниз падает Может быть Как раз-таки Удары экрана На пол И ухудшили Его работу Как бы Поэтому теперь Плохо шторка выдвигается Я не знаю А может быть Из-за стекла А может быть Из-за какой-нибудь программы А может из-за падений Короче, непонятно Но я решил То, что Во-первых Стекло Это вот D Не 9D А здесь 2.5D Я думаю Это толщина Скорее всего Ну, либо Какой-то 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 Слой защиты Или что И типа Раз поменьше Должно быть Получше Плюс нету рамок Возможно Эти рамки Тоже Которые нарисованы Краской Вот эти вот Тоже мешают Типа Ты Ну Они допустим Перекрывают Начало Экрана Краской И ты уже Получается Берешь не сначала А где-то там Серединки И типа Из-за этого Может плохо работать А вот здесь Круто То, что Нету этой рамки Вот Ну, а дальше Буду клеить И круто То, что Их два То есть Даже если я разобью Это У меня есть второе Это очень круто На самом деле Вот Обошлись Мне эти два стекла В Доллар Семьдесят девять Одно стекло Доллар Двадцать девять А два Доллар Семьдесят девять Так я решил или ты по 11 два стекла закажешь. Это за одно стекло $1.29 и за второе $1.29. Грубо говоря, $2.60. А тут $1.80 за два стекла. Ну и решил два взять. Вот. Ну а на этом все. Всем покедова.